На всю эту неделю столица Чувашии превратилась в один большой кинозал. Ежедневно мы смотрим фильмы, которые не увидели бы нигде. 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль предоставил нам такую возможность. Традиционно среди его участников много звездных гостей и сегодня у нас в студии Сергей Друзяк, актер театра и кино. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу первый вопрос. Как вам наш фестиваль? Очень нравится. Я еще ничего не видел, но я уже встретил нескольких знакомых и старых знакомых и новых знакомых. И это, конечно, радость встретить преподавателя на кинофестивале в Чебоксарах, в которых ты никогда раньше не был. И он сюда приехал. И вот. Ну вот первый раз в Чебоксарах успели вообще познакомиться с городом, жителями или такой бешеный ритм кинофестиваля, что еще нигде и не были. Успел только увидеть реку. Волга. Волга. И учился я в Ярославле тоже на Волге. И театр оперы и балета. Да. Мне уже рассказали, что это стратегически засекреченный объект. И это очень крутая легенда, по-моему. И еще побывал в 59-й школе, где был настолько душевный прием до слез. Потому что... Не знаю. Я в родную школу прихожу. Меня даже не пускают. Говорят, не-не-не. Я говорю, так я выпускник школы. Мне просто хочется пройтись по тихим школьным этажам. Нет-нет-нет. Пропуск. Я говорю, так я выпускник этой школы. Нет. Там пожизненный пропуск должен быть. Да-да. А здесь встретили как родного и накормили пюре в столовой. И показали разные технические штуки, которых я вообще никогда не видел. А сейчас это доступно школьникам с детских лет. Это, конечно, очень здорово. Какие-нибудь конкурсные фильмы уже посмотрели? Может быть, есть ли среди них те, которые там вам запали, понравились? Еще не успел ничего посмотреть. Но очень хочется посмотреть «Турецкое седло». Потому что мой преподаватель снимался. И «Рок» хотел бы посмотреть. Ну, это из тех, которые я посмотрел программу и которые бросаются в глаза. Но вообще хотел бы успеть все посмотреть. А жители города ходят на фестиваль? Вообще ходят. У нас бесплатный вход в кинозалы. То есть билетов не требуется. И обычно они полные кинозалы. Потому что желающих много есть. Даже там сидят на стульчиках, у стеночки стоят. То есть желающих много смотрят кино. Хорошо. Нас любят. Вообще расскажите, пожалуйста, с чего все началось? Ну, вот ваша актерская карьера. Почему решили вообще связать свою жизнь со сценой, с кино? Как вам сказать? Я рос в Ялте. И туда частенько приезжали снимать фильмы. И каким-то образом мои фотографии оказались на киностудии ялтинской. И позвали сначала сниматься в массовке. Фильм «В империи Орлов». И вот мы сейчас разговаривали с Александром Кузнецовым. Оказывается, он хорошо знает режиссера того фильма, в котором я первый раз попал на съемочную площадку. И вот так я рос. Ходил разные кружки, рисование, танцы. И хор даже. В хор ходил. Ну, там у меня не очень все было гладко. И сейчас я пою тоже так. Вот. И потом я переехал в Калининград к родителям. И там попал в театральный класс. И вот только там, где-то в девятом классе, я понял, что хочу заниматься театром. Вот как поняли? То есть это какой-то был щелчок или что-то? Это был театральный класс, где вот мы занимались тем, чем потом занимались в театральном вузе. То есть фехтование, актерское мастерство, сценическая речь, танец. И это все тебя так... И потом вы ставите спектакль, и ты уже навсегда в этом и не можешь больше ничего делать другого. Хотя наш педагог еще в школе говорил, ну, практически каждый день он говорил, «Ребята, ну какой театр? Идите в нормальную профессию, работайте и жильте счастливо. В театре не будет ни работы, ни жилья, ни семьи, ничего не будет. Не ходите туда». Это правда? Это правда. Правда. Потому что, когда мы приехали поступать, уже тогда было понятно, что нас не очень-то ждут. И нам сказали, что у вас проблемные внешности, езжайте куда-нибудь в другой город, в Москве, вы просто не найдете работу. Даже если мы вас возьмем отучиться. И мы поехали вот в Ярославль, поступили в Ярославль, там отучились, и вернулись все-таки в Москву. И тоже театры не распахнули перед нами двери сразу. Все приходилось как-то. Что значит проблемная внешность? Как это? Ну, не знаю. Вот в Щукинском училище сказали, что рост маленький. А это разве для актера как-то проблематично? Ну, не в баскетбол, же вы вроде. Ну, да. Ну, я не знаю. Вот так сказали. Не поспоришь, там же не поспоришь. Нет, подождите секунду. Давайте разберемся. В чем здесь рост? Не в баскетбол, же мне играть? Вот. Во ВГИКе сказали, вот у нас было три одноклассника, и нам всем троим нас увели и сказали, мы видим, что вы болеете театром. Но у вас проблемные внешности. Езжайте в другой город. И мы такие... Ну, вообще можно было после такого разговора, можно было... Но мы удержались. Молодцы. Актер театра и кино. Что интереснее вам играть в кино или на сцене? Бум-бум-бум. И в театре... Ну, тут нельзя сказать. В кино есть свои плюсы и свои минусы, а в театре тоже. Вам что ближе? Мне ближе, когда есть единомышленники, друзья, соратники, с которыми ты понимаешь, что вам нравится это, и вы это делаете. То есть, если режиссер в театре, и вы с ним на одной волне, то мне хорошо в театре. Если в кино мы понимаем друг друга с режиссером, и над ним и тем же смеемся, и про одно и то же размышляем, то мне комфортно в кино. Потому что бывает, что это не совпадает, и ты такой думаешь... И, например, на сериале «Кремлевские курсанты» меня ребята прозвали «Серый кардинал», потому что я подходил частенько к операторам и к ребятам, единомышленникам, ну, вот, курсантам, и говорил, давайте вот так сделаем. Они говорят, а режиссер знает? Я говорю, давай, говорили они. И мы делали какую-нибудь неожиданность для режиссера. И, ну, иногда он говорил, о, хорошо придумали, поехали. А иногда кричал, друзья! Что это натворило? Да-да-да. Ну, я там, конечно, шалил. Из всей вашей многообразной фильмотеки есть ли какая-то лента, над которой интереснее всего было работать? Вот, может, какие-то впечатления от нее остались самые яркие? Не знаю, я очень люблю, нельзя, наверное, так говорить, это нескромно, вот, краткометражки, которые самые первые, мы с друзьями пытались снять сами. Они очень слабого качества, все дрожит, все на обычную камеру снято. Но они очень мне дороги, потому что там все основано на реальных событиях. Ну, то есть, там какие-то туда вложены мысли, собственные размышления. И делалось все так, как самому хочется. То есть, не нужно было спорить ни с каким режиссером, или с продюсером, или еще с кем-то. А мы просто сняли так, как нам хотелось. И поэтому, наверное, они самые такие дорогие. Вот актеры с таким собственным мнением на картину, это вообще вот сложно на съемочной площадке? Ну, иногда да. Иногда конфликты. Но я сейчас очень многое понимаю, чего раньше не понимал. То есть, у меня бывали случаи, что я приходил, коня приводил на площадку. То есть, там сцена, что я прибегаю, говорю вам текст, и убегаю дальше делать дела. А я говорю режиссеру, здорово было бы, если бы фильм исторический. И я говорю, здорово, если бы я на коне прискакал, сказал и ускакал дальше. Чтобы я не бегал, как будто я, ну, а я на коне, красиво. Он говорит, красиво, но коня-то нет. И я знаю, что недалеко конюшня, за 15 минут договариваюсь, все. И оп, конь в кадре. И бежит продюсер и кричит, кто разрешил? Нельзя коня, вы с ума сошли. И для меня казалось, ну, я сказал, что вы враг кинематографа российского. Все там хохотали, конечно. Ну, и потом он тоже уже с юмором к этому отнесся. В тот момент я был так раздосадован, что я же старался улучшить картину, а получается, что возник конфликт. Но недавно я узнал историю про артиста Виктора Евграфова. Он на одной картине был каскадером и проявил инициативу. И там шестым поучаствовал в трюке, в котором должны были участвовать пятеро. И что-то пошло не так, он сорвался и повредил себе позвоночник или там ребро. И пять или шесть лет он восстанавливался. И вот, когда я узнал это, я понял, почему кричал продюсер, что какой конь в кадре. Ведь конь очень непредсказуемое животное. И могло случиться все, что угодно. Но не случилось. Нет. В итоге все было хорошо. Хорошо, но коня не сняли. Я говорю, дружок, ну, сегодня не твой день. Расстроился, наверное. Да, и побрел в конюшню с обущенной головой. Разные роли вам предлагают сыграть, наверное, да? И где берете вдохновение? Вот что вжится в образ? Как вживаетесь в образ? Не знаю. Иногда смотрю фильмы или что-то читаю по теме. И иногда спрашиваю советы у старших товарищей. Иногда у младших даже товарищей. Бывало такое, что у коллег спрашиваю. Говорю, ты уже работала с этим режиссером? У нас что-то с ним нет контакта. Я посоветую что-то. И там девушка-актриса рассказывала, как можно найти общий язык с режиссером. Ну, не знаю. Ну, нет какого-нибудь там ритуала? Я не знаю, например. То есть вы там уезжаете на озеро, например, да? Как-то расслабляетесь? Или там наоборот? Закрываетесь, начинаете читать, готовиться, просматривать какие-то фильмы? Ну, да. Больше вот закрытые. То есть в себя как-то погружаетесь, да? Ну, и не только в себя, а вот что-то пытаюсь смотреть на эту тему. То есть вот, например, недавно в спектакле играли, и там тема колокола очень важна. И этот спектакль мы играем пять лет. И тут вдруг... За пять лет можно было десять раз это вспомнить. И тут вдруг я вспоминаю, что в Андрее Рублеве колокол. И я быстренько смотрю эту часть. И уже вечером в спектакле я цитирую оттуда прям несколько фраз. Ну, нормально. Меня не ругали за это. Похвалили, похвалили, сказали. Да, это туда сказали. Так держать. Если у вас какая-нибудь роль, которую вы, например, мечтаете сыграть, которую вот нравится, может быть, с детства хотели, или там сейчас видите и думаете, вот его бы я сыграла очень круто. Не знаю, если честно, таких несколько, но почему-то первый приходит в голову Незнайка. В Солнечном городе? На Луне. Именно когда он на Луну полетел, да. Потому что там такие приключения. И там Пончик, и Знайка, и они все отправились и попали в такие обстоятельства, которые для них непривычные. Питер Пена очень люблю. Остров Сокровищ. В общем, больше такое, все равно вот детское. Сказывается ли эта работа в детской передаче на телевидении? Ну, наверное. Как-то вот такое. Да. Вот как раз перешли, да, к детской передаче. Вы ведущие детской передачи. Каково работать с детьми? И все-таки вот что больше нравится? Быть ведущим или быть актером? Вот что бы выбрали, если бы, например, нужно было выбрать? Ну, нет, не надо. Не ставьте таким выбором. Нравится очень шалить с ребятишками до программы. То есть мы приходим в студию и бегаем, прыгаем, балуемся, играем в разные игры. Ну, такие, в рамках, конечно, разумного. Вот. Потому что, когда включается камера мотора, дети немножко превращаются... Дереведнее. Ты такой, вот это Маша, вот это Маша. А тут бац. А что делаете, вот чтобы как-то раскрепостить детей, чтобы они не были такими зажатыми в кадре? Не знаю. Ну, в шалю как-нибудь. Иногда они отвлекаются и начинают там хохотать. И потом тоже подключаются и начинают тоже что-нибудь чудить. Рассказывают. Мне нравится очень, когда они рассказывают про какие-то свои там дачные приключения. Или про то, как они ездили на море. Ну, не всегда это входит в передачу, но для общего настроения это всегда помогает. Ну, живость такая все равно. Ну, заходят, получается, в итоге берется. Да, ха-ха просто. Ну, атмосфера такая сразу создается. Ну, что ж, спасибо большое за беседу. Мы уже прощаемся. А мы, наверное, уже прощаемся. Я вам подарок принес. Какая прелесть. Это ядро бубенцов. Я всегда с собой вожу и дарю детям бубенцы. Ой, я дитила. Вот, их можно сделать браслетик, можно пришить на одежду. У меня в машине висят, и на каждой кочке они позвякивают. И еще я когда-то писал стишки. Дарю вам такой вот. Классно. Спасибо большое. Ваша, да? Да. Работа по внеклассному чтению. Ну, это такие школьные воспоминания. И они иногда зарифмованные. Иногда очень-очень трудно понять, что это стихи. Брат говорит, что... Да это не стихи у тебя. Тут с рисунками еще, да? С иллюстрациями. Угу. Ну, классно. Спасибо большое. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, у нас в гостях был Сергей Друзяк, актер театра и кино. До свидания. До свидания. Приходите на фестиваль. До свидания. Приходите на фестиваль.